добрый день дорогие друзья судя по комментариям которые вы оставили после во вчерашнем ролике интерес к этой батареи есть и этот интерес я не мог оставить без внимания и решил все-таки дописать не шорс а именно полнометражный ролик ну насколько полнометражный будем так говорить короткий ролик про эту батарею чтобы нам сделать какие-то окончательные выводы и проследить за тем за динамикой этого этой батареи после отстоя время без 10 11 хотел записать ролик сразу по приезду приехал специально пораньше но нагрянули клиенты с цепями от бензопил пришлось наточить они сидели ждали пока я наточу вот только отъехали и давайте вместе с вами посмотрим ситуевину которая сложилась после того как батарея отстоялась начнем замер с мультиметра чтобы не было упреков там что у нас а блять вот видим такое прекрасное нрц 1395 блять почти 14 вольт следующий замер сделаем нашим фокс в его просмотрим динамику на фоксвеле так 750 ампер выше 0 градусов так но фоксвелл у нас показывает 1386 вольт нрц 598 но в принципе во вчерашнем ролике я и говорил что в районе 600 ампер эта батарея после отстоя должна нам показать сопротивление 555 сок 67 давайте отпечатаем и сравним показатели и и папа 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 первые театры оторвали сверху но ничего страшного неправильно немножко оторвал подверчился так сказать но вот эти основные показатели здесь так у нас последний замер вот он так 1938 и давайте будем сравнивать нрц 1441 1386 о блять подождите о я не то взял друзья это 0 второе сейчас минутку нам 0 3 надо а вот нашел вот нашел вот нашел так вот оно последнее наше измерение нрц 1441 пусковой 583 сопротивление 568 ну вот видим до дату по времени фоксвелл немножко немножко совсем не швейцарские часы в нем стоят надо перезагрузить уже делал пару загрузок потому что почему-то время у него убегает вперед но замер делался на ваших глазах на ваших на моих еще на чьих-то на шареных шара лежит и подсматривает сопротивление 568 555 сопротивление упала сух шестьдесят пять сух шестьдесят семь в этом измерении в принципе как я и говорил до 600 ампер батарейка должна была после отстоя долететь по большому счету теперь давайте разберемся по поводу клиента вчера у меня был разговор с ним но я по запаре забыл весь наш разговор предварительный схем дело в том что клиент он не местный скамышевского района ему надо уезжать мне единственное не понравилось то что я не люблю когда меня пытаются поймать на языке за язык там ну типа того сказал сделал всем клиентам я говорю практически одно и то же что я работаю с батареей минимум сутки видимо он слушал это свою пользу то что я говорил дальше он не расслышал а я не расслышал то что он хотел от меня добиться и поэтому ну надеюсь сейчас клиент подъедет и я все-таки с ним этот вопрос постараюсь уладить в том право в том плане что произошло недопонимание теперь давайте друзья посмотрим по они давайте сделаем еще замер наверно конвей так где мой конвей он по ночам работает и прячется утром его хрена идешь без меня давайте сделаем замер конвей что нам покажет конвей потому что первоначальные показатели я снимал именно конвей вот видим сок 14 заряд но здесь не девяносто восемь а сто девяносто восемь процентов потому что как видите энергию было 14 68 сопротивление 9 67 и плотность электролита че там сухо или сухо написано сухо сухо так вне салона обычные а прям все готово так и мы видим 66 процентов по суху 613 ампер пусковой ток 1390 у нас на раце и 450 сопротивления ну будем так говорить для прожаренной батареи для батареи которая подверглась таким испытанием состояние удовлетворительное давайте теперь заглянем в баночки которые у нас очень сильно опережали вторая баночка четвертое и пятое так вот у нас вторая банок да вот она вторая баночка заглянем во вторую перед отъездом я сделал корректировочку плотность 125 половина 126 по 30 миллилитров я еще сделал отбор или откачку и произвел корректировку гистерованной водой по идее нужно еще с этой батареи сделать пару циклов так это у нас четвертое четвертое у нас было да у нас было тоже 130 ну здесь 127 и 5 126 126 для того чтобы записать ролик нужно друзья вдохновение сегодня у меня честно говоря с утра вдохновение не очень но как получится так получится за просмотрами я не гонюсь за подписчиками я не гонюсь а мой канал в моем канале вы друзья вы увидите только мою работу будем так говорить канал для тех кто любит посмотреть за чужой работой если в нем вы увидите что-то полезное для себя я буду очень рад но если не увидите буду конечно огорчен но стремиться к просмотрам любой ценой я конечно не буду мне это честно говоря не надо по поводу вопросов про нрц почему бывает разное нрц на аккумуляторах действительно такая проблема есть такая проблема существует бояться ее не стоит есть батареи как у которых нрц 12 7 12 8 в конце работы а есть батареи у которых 12 6 в принципе это нормально все зависит от количества ой от качества материала с которых сделаны батареи от качества пластин обмазки всего прочего вот качество электролита который залит в аккумуляторы и от режима эксплуатации режима эксплуатации и от обслуживания аккумуляторов все это когда собирается в одну кучку то мы видим именно отставание по нрц даже в принципе при неплохих показателях по тестеру тестер он у нас у нас показывает неплохие результаты и мы единственное что начинает беспокоить это нрц беспокоиться не стоит вы ничего с этим не сможете сделать и дополнительные какие-то там нагрузки давать батареи в виде очередных алгоритмов ничему это не приведет и тем более если делать ктц батареи вы только усугубите ситуацию и показатели будут только ухудшаться деградировать так что-то отклонился от темы этой батареи но что хочу сказать все что мы успели сделать мы сделали не все что мы могли а все что успели потому что с батарейки нужно еще поработать по идее но клиент должен подъехать клиент сказал что подъедет кстати вот он подъехал по моему подъехала машина вчера он приезжал по моему на этой да 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 сейчас он зайдет и буду отдавать так что друзья всего доброго всего хорошего удачи успехов берегитесь свои батарейки всем пока будут вопросы пишите в комментариях постараюсь ответить в следующих роликах вот он гребет уже в двери пока пока